Лайли Мсерик приехала в Барнаул из Монголии, чтобы выучить русский язык и планировала переехать учиться в Санкт-Петербург. Родители настояли, чтобы она осталась на Алтае и поступила в медицинский. Сейчас Лайли Мсерик об этом нисколько не жалеет, но признается, что порой не обходится без бытовых сложностей. Я пошла в магазин покупать, потом продавец мне говорит, что дачу возникли, а я не поняла, что сказала она. Я, короче, задняла и стояла. Первокурсница Мария Торрес-Гомес из Венесуэлы много слышала о великой истории России и ее огромных расстояниях. Сначала русские показались ей суровыми, но со временем, рассказывает девушка, наши соотечественники покорили ее открытой душой. Когда я пришла, первые три месяца, я сказала, ну это правда, они все серьезные. Пришла весна, и все, начинала, все, и меня на свет, и все это, я все поменял. На Ленина всегда гуляю, на горный парк тоже. Иногда сижу рядом река. Мне нравится только пельмени. Гости все как один отмечают доброту и отзывчивость земляков, а еще восхищаются природой и даже климатом Сибири. Я люблю Россию, и когда идет снег, очень красиво. Снег, красивая природа, экзотика для этих студентов. Но все же это не главное, утверждают они. Важно другое, высокое качество знаний, которые, как ни удивительно, дают в далеком русском крае. У меня родители здесь, в мединституте, оба учились. Ну и вот два года назад я сюда на каникулы приезжал на шесть недель. И, ну вот, сам город посмотрел, вот, и вот. Ну и мне здесь понравилось, я вот решил там школу закончить и сюда учиться приехать. Многие иностранцы признаются, что сильно скучают по родине. Но некоторые из них уверяют, что по окончанию учебы хотели бы остаться на Алтае. Илья Кочетков, Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости.